доброе утро из автопутешествия по центральной астралии наше утро начинается заправочной станции вчера мы проехали более 500 километров поэтому сейчас решили подзаправить машину нам еще предстоит больше трехсот сегодня проехать и посмотрите какой здесь прайс цена доллар 95 это вот в дарвине доллар двадцать восемь и здесь доллар девяносто пять очень дорого посмотрим на сколько и посмотрим что мы получим здесь на завтрак так насколько заправится вот как подзаправим машину уже прилично элоте а а 32 32 35 о, все на 72 доллара 50 центов 75 центов понятно вот такой вот завтрак входит стоимость отеля один бокс для я на у него чай у меня кофе в таком вот красивом стаканчике без горячий сэндвич экс честь корн флейк с молочком но я это с молоком не люблю водичка апельсиновый сок один над бар ореховый батончик и малюсенький маффин вот такой вот крошечный маффин и один фрукт я взял банан я взяла апельсин там на выбор можно было ну вот так вот так скромненько наша утренняя часовая прогулка по кэтлин спрингс это по дороге от китс каньона прям рядом с китс каньоном откуда мы направляемся на улуру и эйсрок и вот кофе бокальчик кофе и утренняя прогулочка пойдемте друзья прогуляемся вместе со мной по кэтлин спрингс вот такие горчи вокруг вот такой вот горчи здесь сейчас 16 градусов тепла мы накинули легкие курточки но солнце уже припекает очень хорошо не холодно я вам скажу не холодно я больше замерзла ночью от кондиционера я уснула рано и я включил кондиционер я не проконтролировала утром проснулась так холодно переключила на хитр скорее на тепло поставила 27 градусов вот такой горчи здесь здесь вот где деревья посередине то есть когда флот флот это наводнение вообще-то переводится но вот где-то реки разливаются и вода даже с туда поступает и посередине вот где деревья типа ручей крик крик протекает и и и и и и и и и я и и и и и Посмотрим Продолжаем нашу прогулку Становится жарко Он снял курточку Я пока нет, но уже готова Солнце поднимается очень-очень быстро И палит 17 градусов Чувствуется, как все 20 Если честно И вот тут так зелено-зелено, видите, потому что Ну вот вода бывает здесь, в этом месте Ой, бабочка прилетела Птички поют Так тихо, спокойно Где же птицы? Из-за такого яркого солнца я не могу их увидеть Слышу Но даже солнцезащитные очки не помогают И вот он, Ватер Холл Кэтлин Спрингс Спрингс это подземные источники Здесь вода Ну все, вот теперь мы уезжаем Из этой эре, Эрикенс каньона К сожалению, мне так и не удалось Снять динго Может потому, что в прошлый раз Мы останавливались в тенте В палатке в большой на кемпиграунде И вечером, когда уже вот темно После заката И ранним утром, когда я вышла из палатки Пить кофе Несколько динго гуляла вокруг А так как в этот раз мы Остановились в отеле То естественно Находясь в номере Мы не могли видеть Но мы видели одну Когда мы принимали спа За окном Прошлась одна динго Я не успела просто ее снять А сегодня утром Ян позволил себе поспать До девяти утра Потому что мы все-таки Каждый день за рулем Длинные расстояния Он подустал немного Поэтому уж извините Динго Не было в моих видео Мы остановились размять ножки И вот решили подняться По такому По такой песчаной дюне Здесь вокруг Такие вот пустыни Песчаные дюны И так как здесь Рест-эре Здесь сделали Такой лукаут Смотровую площадку Смотрите Какой красный песок И вот здесь Открываются Такие виды Вокруг Где Ян опять забыл Телефон у машины Фотограф Вот так Ничего вокруг Ничего Сюда Смотрите Маунт Кона Гора Убел Но вот многие-многие Туристы Особенно Здесь Ну иностранные Туристы Когда путешествуют Здесь по дороге И видят это И останавливаются Здесь начинают Сфотографировать Делать видео Думают Что это изрок А это похоже Но нет Это не изрок Ветрина здесь Наверху дюны Ну все Такая коротенькая Остановочка Скоро мы Сделаем остановку На кофе Кофе брейк Вот и кофе брейк Остановились Местечко Кютен Спрингс Маленькая такая Стейшн Заправочки Кофе шоп Сейчас Пройду здесь Маленькая Кафешечка Сделаем кофе Как там внутрь То пройти А вот здесь Вот открыто Сейчас прогуляюсь Слышу птичек Клетка здесь Но не вижу птичек Такой кактус Огромный Огромный А вон он Попугайчик В углу Поет Я слышу Вот их Сколько Здесь Попугайчиков Вон они Сидят На дереве Видно или нет Солнце Такое яркое Что ничего Нельзя Разглядеть Хорошее Такое Зеленое Хорошее Место Зелень Кругом Останавливаться Здесь Также Можно Вон Комнаты И там Все Комнаты Ой Я извиняюсь У меня Яркость Пропала Видимость Вот отсюда Можно Увидеть Попугаев Много Много На дереве В клетке Хочу пройтись Вокруг Так Своебразный Такой Невес Патриенский А там Какая-то Столовая Кафешечка И там Кушает И опять Огромный Кактис Вот отсюда Я слышала Птиц Тут у них Несколько клеток С попугаями Больших Клеток Вон они Ой Почему Яркость Теряется Через клетку Если смотреть Вот он Сидит Попугайчик Вот он Привет 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 Вертит Головкой Ой Много-много Их Много Попугайчиков Все Наверное Там Закончили Попугайчики Конечно же На каждой Такой Заправочной Станции Туалеты И вот здесь Даже Шауэр Душ Душевая И вот видите Блокс Это для Мужчин Шилос Это для Женщин Это Астралийский Сленг Блокс Это парни Шилос Девушки Ну вот мы И подъезжаем На Эйзрок Резорт Это Наша Конечная Остановка Будет Нашего Путешествия Здесь Мы Остановимся На Три ночи Первую Сегодняшнюю Ночь В Караван Парке И две ночи В отеле И потом уже Будем Возвращаться Обратно На север Вот Въезжаем Эйзрок Резорт Здесь Несколько Мотелей Отель Один Апартменты Можно снимать Ну и Караван Парк Где Можно Останавливаться На Мотахоме Или Даже С палатками Туис Кемпеграунд Велком Ту Эйзрок Резорт Ялара Вот такие Вот Есть Домики Арендовать Можно Там Апартменты 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 Посмотрели Тоже Номер Снять Там Но мы Сняли В другом Отеле Забронировали Здесь Туристический Автобус Да Здесь Центр Как бы Там Информационный Центр Несколько Кафе Магазин Такой Как бы Маленький Городочек В середине Пустыни В середине Пустыни И вот Этот Вот Отель Сейлос Ин Завтра Мы Здесь Остановимся На две Ночи В этом Отеле Но Это Будет Завтра И вот Эйзрок Кемпеграунд Куда Мы Въезжаем Где Мы Сейчас Заплатим За место И Остановимся На Сегодняшнюю Ночь Все Мы Зачекинились Едем На Наше Местечко Заплатили За ночь 57 Долларов Это Пауэрсайд С электричеством С водой И Общественные Туалеты Тоже Тут Для Мусора Все Разделено Здесь Типа Кухонка Такая А Это Для Автобусов Когда Туристические Автобусы Здесь Останавливаются Вот это Общественные Туалеты Душевые О Собачка И мы Смотрим Наше Место 94 А вот Это Наше Место Где Птички Вот Это Наше Место Будет На Сегодняшнюю Ночь Из рук Ради Которого Сюда Все Приезжают Это Famous Туристическое Место Потому Что Вот Такой Вот Такая Красная Глыба Так Скажем Красная Гора Среди Пустыни Это Intrins National Park По-моему Здесь Нужно Заплатить Нам Дали Трехдневный Пас Тикет Три дня Мы можем Посещать Этот Парк И В этом Году Абсолютно Бесплатно Потому Что Значит Говермент Северной Территории Австралии Принял Решение Что Раз Сейчас Ковид И Ну В общем Очень Много Мест Закрыто И Решили Ну Как бы Чтобы Люди Больше Посещали Сделать Это Бесплатно Вот Так Спасибо Говермент Северной Территорией Австралии Итак Я продолжу Вот этот Эйзрок Это Белых людей Так скажем Название Эйзрок Это Имя Одной Девочки Из команды Открывателей Кто Кто Открыл Это Место Ну А Это Место Уже Было Здесь Давно И Здесь Вокруг Это Земля Аборигенов Здесь Большое Большое Комьюнити Индиженс И У Аборигенов Это Имя Улуру Это Аборигенское Название Все Туристы Конечно Посещают Одно Из Посещаемых Мест Но Сейчас Нет Иностранных Туристов Поэтому Только Локом Местные Местные Туристы Мы Завтра Планируем Прогуляться Вокруг Раньше Можно Было Взбираться На Эйзрок А Сейчас Только Вокруг Прогулка Запретили Кламен Ну А Сегодня Мы Едем На Тугору Маунт Олга Это Белых Людей Название Аборигенское Название Катаджута Вот Такая Гора Ну Вот Так Выглядит Часть Этой Горы С Этой Стороны Мы Уже Подъезжаем Очень Солнечное Поэтому Может Из машины Не очень Хорошо Видно Отсюда Смотрю И не представляю Как Сбираться На нее Но В прошлом В прошлом году Как То Там Забирались Ну Не на Самый Верх Естественно Так На Какой-то Подъем Так Вот Карта Нам Показывает Какой Маршрут Можно Выбрать Но Мы Сегодня Уже Приехали Поздно Уже 4 Часа По Темноте Естественно Мы Здесь Гулять Не Будем И Вообще Национальный Парк В 7 Часов Закрывается Уже Поэтому Мы Сегодня Выбираем Вот Этот Коротенький Маршрут Просто Вдоль Между Вот Этими Как Б Горами Горч Мы Пройдем Вот Он Коротенький 2 Километра 600 Метров А Уже Завтра Мы Приедем И Выберем Вот Этот Самый Длинный Маршрут Где-то 4 Часовой Там Уже Будем Немного Взбираться Здесь На Лукаут И Можно Будет Сделать Видео Сверху И Фотографии Посмотреть Вокруг А Сейчас Просто Направляемся Вот Сюда Тут Как Бы Гора Раздвинута На Две Части И Вот Этот Горч Между Ними Мы Пойдем Прогуляемся Ну Вот Этот Маршрут Конечно Вот Так Вот По Камням По Этой Скале Немного Вверх Вниз Но Более Или Менее Вот Просто Прямо Туда Покажу Немножко Вокруг Я на меня От солнца Спрятался Совсем Даже Капюшон Одел Ворона Здесь Где-то Летает Кстати Здесь Вороны Прям Точно Такие Как В России Черные И жирные И Каркают Так же Только В России Они Кар Кар А здесь Ка Ка На английском Жи Нет Звука Р Да Немного Воды Совсем Чуть Это После Вчерашнего Дождя Вон Там Видно Сверкает Ручеек Вот такая Высокая Глыба Здесь Даже Мостик Сделан Когда Воды Побольше Тут Не пройти Видимо И вот так На протяжении Мостики Мостики Видимо Когда Вода Стекает Вот так Туда Вон В тот Ручеек Я не знаю Наверное На видео Это Не так Впечатляет Просто Коричневые Камни Да Здесь Это Глыбином Чувствуешь Какой Ты Маленький Между Этими Двумя Скалами Они Очень Высокие Смотрите Туда Дальше А здесь Вот только Черный Такой Марк От ручья Осталась Черная Полоса Дальше Вот в эту Щель И солнце Сюда Не попадает Так Сразу Прохладно Прохладно Вообще Температура Воздуха Вот Когда мы Подъехали 22 градуса Я делала Полочку С коротким Раковом Потому что Ну Жарко Достаточно Жарко И вот Весь этот Путь До этого Места Было Прям Жарко А сейчас Прохладно Пройдем Посмотрим Что еще Дальше Там еще Один мост Я вижу Впереди Да Путь Еще Продолжается Будем Идти Впереди Еще Один Мост Вижу Так Что Гуляем Пока Ой Вон Туда Вверх 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 Высота Я Чувствую Себя Маленькой Букашечкой А туда Вниз Вау Это Классный Ландскаpe Это Фотограф Яна Объясняет Что Вот В эту Сторону Классные Фото Получается Потому Что Вот Этот Вот Как Буква В Просвет В небо В голубое Из темноты Вот А здесь Ему Нравится Вот Этот Рельеф Все Все На Гор Вот Показывает Вам Знак А мы Продолжаем Продолжаем Еще Нашу Пешую Прогулку Очень Классно Сейчас Нагуляемся Впереди Нас Ждет Я надеюсь Очень Романтический Ужин Сегодня Я Обязательно Сниму И Скажете Согласитесь Со мной Или нет Что Это Романтический Ужин Может Нет Может Я ожидаю Большего Чем Это Будет Посмотрим Такие Дыры В горах Холы Холы Дырки Такие Ну Вероятно Там Звери Какие-то Живут Или Птицы Я Так Полагаю И Вот Мы Уже Пришли На Финишной Прямой Это Похоже Финишное Место Где Заканчивается Этот Пеший Трак Вернее Этот Маршрут Не Заканчивается Он Просто Не Круговой Надо Будет Вернуться По Этому Ж Маршруту Обратно На Паркинг Здесь Просто Такое Значит Место Вью Смотровая Площадка Здесь Рассказывается О Растениях Которые Здесь В Этом Горче Растут О Донат Просит Берент Беспоинт Нельзя Дальше Проходить Слышите Птица Кричит Какие Животные Здесь Именно Сори Так Ну Естественно Кенгуру Вот Это Вот Кенгуру Здесь Разные Немножко Разного Типа По всей Австралии Вот Это Вот Что-то Наподобие Дикобраза Я не знаю Какой-то Ёжик Немножко Это Ихидна Это Ихидна Нет Я Попросил Ихидна Ихидна Кэмьяла Хилл кенгуру Это не Рокс кенгуру А хилл кенгуру Вот они Возможно Их можно И увидеть В этих Дырах Они там Живут Наверное Ястреб Да Кто знает Как переводится Я что-то Не очень Не очень Уверена Наверное Это Как Ястреб Ну вот Это Ихидна А кенгуру Хотелось Было Увидеть Кенгуру Нахил Который Вот Здесь Живет Рок Кенгуру Я уже Видела Вот Ян Говорит Да Они Там И Живут В Этих Щелях Дырах Ну Вот Так Такое Одно Из мест Коттеджуты Вич Драк Стоя Никотин Здесь Растет Ян Прочитал Никотин То есть Никотин Который Курят Сигареты Из которого Делают Я так понимаю Это не Наркотик Ян Сказал Что Дракс Дракс Это Наркотик Ну Вот Мы Здесь На Романтический Ужин Поэтому Я Сказала Что Романтический Это Сансет Динер Мы Приехали Сюда На Закат Сделать Красивые Фото И Поужинать Мы Приготовили В нашем Мотохоме Ужин Но Сто Процентов Романтический Он не Получился Потому Что Помимо Нас Тут Еще Три Человека Сделали Такой Типа Салатик Шпинат Огурчики Помидорчики Сосисочки Я Поджарила Вот Такие Котлетки Бургер У него Это Сэндвич С бургером И сэндвич Со Стейком И С луком С жареным А у меня Просто Котлетка Сосисочка И овощи Я пью Красное Вино На закате Друзья Вот таким Закатом На Котаджуте Или по-другому Гора Ольга Я заканчиваю Сегодняшний день Это По-моему По-моему Шестой день Путешествия Или седьмой Седьмой Наверное Я что-то уже Просчиталась Наверное Седьмой Неделю Мы в путешествии Еще один Прекрасный Замечательный День Который Который Заканчивается Вот таким Вот таким Нашим Сансердинер Романтическим Ужином Здесь Яна У меня Видите Занимается Тут Своей Профессиональной Фотосъемкой Там тоже Ребята Фотографируют Ну что Ставьте лайки Если вам Понравился Сегодняшний День Нашего Путешествия На автодоме Пишите Комментарии Делитесь Своими Впечатлениями В комментариях Всем пока До завтра Субтитры 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 Субтитры